Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Работу Чембулатского карьера проверят правоохранительные органы. В следком и прокуратуру отправлен отчет КСП о деятельности предприятия. Об этом стало известно на заседании комитета ОЗС по экономике, бюджету и развитию предпринимательства. По данным отчета КСП, прибыль предприятия в 2021 году составила 30 тысяч рублей, в 2022 – убыток 8 миллионов. За 2021 и 2022 годы предприятие перечислило дивиденды области всего в размере 16 тысяч рублей. Причинами постоянного падения прибыли в последние годы стали снижение объемов производства, рост расходов, заниженные цены на продукцию, невыгодное предоставление займов, убыточные проекты по расширению деятельности. Например, реализация проекта оборудования цеха по пилению камня принесла убыток в 13,5 миллионов рублей, доставка продукции – 13 миллионов 600 тысяч. Кроме того, у предприятия есть долги перед налоговой, включая штрафные санкции. Они составляют 27 миллионов рублей. Износ некоторой техники предприятия – 95%, то есть она постоянно ломается и требует вложений. По всем этим фактам будет проведена проверка. Также, по словам зампреда Михаила Сандалова, планируется разработка стратегии развития, вывода предприятия из кризиса и решения существующих проблем. Депутаты ОЗС поддержали запрет на продажу спиртного 24 июня. Вопрос рассматривали на заседании Комитета по экономике и бюджету. Распоряжением президента День молодежи в стране перенесли на последнюю субботу июня. Ранее этот день отмечали 27 июня. И именно 27 числа областным законодательством запрещалась продажа спиртного. Теперь в региональный документ вносят изменения. Депутаты его поддержали. Окончательно поправки в закон будут рассмотрены на пленарном заседании ЗАГС Собрания. Напомню, что кроме Дня молодежи, спиртное в Кировской области нельзя продавать в День знаний, в День защиты детей и в День, когда проводятся последние звонки в школах. В Кировской области завершились первые в этом году капремонты. В порядок привели сразу 17 объектов. Большинство из них находится в Кирове. Также два дома отремонтированы в Котельниче. На данный момент заключены контракты на ремонт 629 зданий, напомнил губернатор Александр Соколов. Кроме того, в этом сезоне дополнительно будут направлены средства 2024 года. Это позволит привести в порядок еще порядка 250 объектов. 200 домов из запланированных будут отремонтированы в рамках подготовки к юбилею города. По всем заключены контракты, сообщили в региональном правительстве. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.